Добрый день, в прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, совсем уже остались в прямом смысле слова считанные дни до конца 2021 года. Ну и традиционно, конечно же, последний эфир программы «Тема дня» мы посвящаем тому, что подводим итоги. В данном случае сегодня мы подведем итоги социально-экономического, больше экономического развития нашего региона. Поэтому звоните по телефону 3190, прямой эфир. Вот ваше мнение, мне интересно, что вы думаете, неважно, вы крупный бизнесмен, или держите мелкую лавку, или просто гражданин. Вот каковы, по вашему мнению, итоги экономического развития Тверской области в этом году? Что, попросту говоря, стало ли вам жить лучше и веселее, как говорил Иосиф Виссарионович. А пока хочу представить гостей нашей студии. Все наши гости вам прекрасно знакомы, наши постоянные, как говорят на одном из каналов, резиденты клуба «Тема дня», можно так сказать. Итак, это Галина Константин-Лапушинская, заведующая кафедрой госуправления ТВГУ и доктор экономической наук. Галина Константин, добрый день. Добрый день. Это Владислав Шуриков, президент Тверской торговой правильной палаты Высла. Добрый день. Здравствуйте. И Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей Тверской области. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, господа, у меня вот первое, конечно, все-таки вопрос, не дают покоя, все, коронавирус, говорят, в Европе опять стало хуже, чем у нас, вот такие цифры дикие, даже думаешь, может, у нас не так все плохо. И в этой связи, вот в этом году коронавирус, на ваш взгляд, оказал такое же сильное воздействие на экономику нашего региона, развитие, как это было в 20-м, когда, помните, эти страшные локдауны. Вот как в этом году прошло? Ну, мне кажется, такого, как было в 20-м, сильного влияния коронавируса уже не было, потому что многие компании адаптировались к вводимым условиям, к вводимым ограничениям. Население, в принципе, привыкло жить в ситуации контроля за здоровьем, ограничения на массовые мероприятия, использованием соответствующих масок, перчаток и так далее. Кто сохранил эту процедуру? Многие, конечно, уже посчитали, что вакцинация, кто-то переболел, дает им возможность более такого свободного стиля поведения, более свободного общения. Но мне кажется, уже такой сильной боязни, такого сильного непонимания возникшей ситуации не было. И это, несомненный плюс, потому что, ну вот сказать, что совершенно большое количество компаний испытывали огромные трудности из-за того, что там был запрет на работу в какие-то моменты. Мы выходили там на неделю праздничных дней. Многие компании, крупный бизнес, они и в неделю ноября, которая была объявлена каникулами пандемийными, они все равно работали. Ну, например, Тверской вагоностроительный завод. И для них это уже была процедура такая достаточно нормальной работы в непростых условиях. Поэтому мне кажется, что по сравнению с 2020-м такого нагнетания обстановки уже не было. Владислав, ну а вот вам не кажется, что вот такого негативного воздействия не было? Ну, в том числе и потому, что не то, что мы приспособились, а потому, что власти уже не вводили такого жесткого локдауна. Причем, мне лично кажется, не только потому, что как-то ситуация стала лучше, наоборот, вы помните, цифры, дескать, они хуже, чем в 2020-м году. А потому, что правительство прекрасно понимает, что если оно еще раз так все обрубит, то, наверное, экономика действительно совсем... Да поддержку придется оказывать. Да, а деньги, они, их нет, и держаться нам, наверное, не за что будет. Ну, я, в общем, с вами в целом-то согласен. Что касается предпринимателей, наверное, коронавирус вошел уже в истекающем году в ту строку риски, которые можно относительно просчитывать, да, и, соответственно, это один из факторов развития или поддержания бизнеса предприятия. Вот. Что касается действий властей, ну, все мы учимся на собственных ошибках, да, или приобретаем знания от предыдущего времени. Соответственно, этот год уже базировался на прошлом, и возможности были значительно шире. Поэтому касательно резких метаний, ну, вот у нас и резких каких-то мер. У нас хорошая информация, она идет от представителей торгово-промысленных палат на местах, в каждом регионе она есть. Соответственно, честно скажу, наш, слава тебе, Господи, да, выделяется достаточно мягкими мерами по отношению к тому, чтобы ограничить ведение предпринимательства и экономики. Я думаю, в итоге побеждает в общей, наверное, российском масштабе та тенденция, что, несмотря на все отрицательные вещи, которые несет коронавирус, несмотря на все проблемы для здоровья, здоровье явно не улучшится, если мы провалим экономику. Соответственно, она должна работать, да, зарабатывая деньги, на которые мы в том числе сможем бороться с коронавирусом, как и с прочими другими вещами. Поэтому действия стали более умеренные, более, наверное, просчитанные. Ну, а что касается помощи, которую упомянул Антон Владимирович только что, да, она в этом году, наверное, стала не такая, как в прошлом, но все в соответствии с обстоятельствами, да и бюджет государства, наверное, не безграничный, поэтому использовать один и тот же год или следующий год повторяющийся мерой такой возможности, наверное, просто и нет. Ну, а потом государство делало поддержку более таким вариантом прямым и косвенным поддержки предпринимателей, потому что, вот по данным Сбербанка, та поддержка, которая была выдана семьям с детьми на подготовку к учебному году, она всплеск продаж в экономике обустроила, то есть позволила многим компаниям, которые ориентированы на детские товары, на производство, на школьную форму, на продажу детской обуви, почувствовать эту поддержку в своих доходах, потому что куда эти деньги сразу понесли? Понятно, что понесли сразу вкладывать в покупку товаров, в оплату жилья, как-то не парадоксально, в оплату коммунальных расходов семей, и на это направление данные средства пошли банки зафиксированы. Поэтому, ну, тут вот такой вариант интересный, когда не только напрямую компании поддерживаются. Любое вливание денег в экономику, оно приводит, естественно, к повышенному спросу, но не будем забывать, правда, и про инфляцию, которая сказывается, да, как общероссийский фактор, так и мировой по вкачиванию денег. Хотя на данном этапе, наверное, раскручивание инфляции частично способствует поддержанию экономики и тех требований, которые мы к ним предъявляем. Но, кстати, Сбербанк... Собственно, Сбербанк, вот, рекорд у нас построил, видите, как по доходности в этом году, так что у каждого есть свои задачи и возможности. Не в плане ложки дегтя, да, скажу, согласен, что действительно уже, наверное, большинство регионов и предпринимателей научились жить вместе с коронавирусом, как и все мы. Но, тем не менее, влияние он продолжает оказывать. И если мы посмотрим данные официальные по количеству субъектов предпринимательства, то, к сожалению, за последние 10 месяцев их стало почти на 35 400 меньше. А в процентах это сколько? В процентах это, ну, почти, почти, наверное, 8%. И только 111 за последние две недели. Значит, пока, к сожалению, трудности продолжают испытывать многие. Хотя, ну, скажем так, где-то четверть от четверти до трети из них – это работа налоговых органов, зачастую то реестры, исключение недействующих. Ну, у меня всегда возникает вопрос, ну, они же недействующими вдруг стали, а до этого были действующие, и отчетность давали, и налоги платили. Ну, хотя есть и, конечно, уровень погрешности. Это первый момент. Второй момент – предприниматели вынуждены продолжать нести постоянные новые затраты. И буквально сегодня утром к нам приходили предприниматели из сферы общественного питания, и, знаете, ну, только на одни маски расходы составляют сотни тысяч рублей. Общепит? Сотни. Они выдают сотрудникам, выдают клиентам маски, санитайзеры, лампы и прочее. Ну, что, если человек зайдет и ему маску не предложат вообще пить, а у него своей нету, то если придут проверяющие, то их закроют, то есть не разрешат работать. Потому что, несмотря на то, что мы едим без маски, зайти и пройти по залу, мы там должны в маске. И это второй тревожный симптом, который волнует и тверской бизнес, и российским. Мы недавно на мероприятии «Деловой России» в Москве собирались с участием и первого вице-премьера, и министра экономики, и ФНС. Государство отчасти начинает перекладывать фискальную функцию на бизнес. Вот торговый центр должен следить за покупателями банки, за своими, те, кто расчетные счета открывает. Антон, я прерву вам об этом продолжу, потому что мои коллеги должны следить за выпуском рекламы. Три минуты, а потом вы продолжите. Это действительно очень интересная тема. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим, точнее, подводим итоги социально-экономического развития региона в уходящем году. Антон, я прервал. Так что у нас там, значит, предприниматели говорят? Я говорил о том, что в связи с коронавирусом бизнес вынужден донести постоянные новые издержки, и они существенные для отдельных отраслей так более чем. И, к сожалению, пока у нас нет адекватных мер поддержки на те же компенсацию расходов на маски, санитайзеры и так далее. И, поверьте, это, ну, скажем, для бюджета не такая большая, как мне кажется, потеря может быть. А для бизнесменов это потеря? Для бизнесменов это постоянные издержки, которых не было. Второй момент. Всё-таки, да, всё было сделано максимально при переходе с ЕНВД на другие спецрежимы. Всё да не всё. Про упрощёнцев для тех, кто не может работать на патенте, забыли. И если у предпринимателя 16 человек работает, он уже не смог, да, и не может воспользоваться теми налоговыми решениями, которые направлены, конечно, были на поддержку. А таких предприятий много, и налоговая нагрузка выросла в разы, просто в разы. И многие сейчас, конечно, по итогам года и в начале следующего, ну, принимают для себя решение, как жить дальше. И третий момент, о котором Галина Константиновна сказала, это действительно пока ещё, скажем, ну, такая административная нагрузка на бизнес, потому что в связи с коронавирусом предприниматели вынуждены выполнять часть-часть фискальных функций и тратить на это. Нанимать людей, которые проверяют коды, температуру, да, и так далее, и так далее. Да, выдавать маски. Это тоже новые затраты, и предприниматели вынуждены будут повышать цены на свои товары и услуги, а с учётом того, что, ну, там, есть и крупные федеральные, международные игроки в нашем городе присутствуют, они-то не позволяют там, да, как-то цены поменять, и ситуация непростая здесь. Это к радости граждан они не позволяют, потому что граждан... Ну, на самом деле нет. Мы понимаем прекрасно, что все цены 21-го года, это цены, которые за счёт инфляции поднялись и поднялись существенно. И в первую очередь существенно поднялись цены на металл, стройматериалы, которые тут же сказали своё влияние на строительство, на стоимость жилья. Сюда же, давайте заложим все затраты, которые понесут коммунальные предприятия. У нас с 22-го года тарифы будут устанавливать региональные комиссии, и, значит, наши тарифы тоже будут учитывать, что металлическая труба, которую надо поменять вместо аварийной, поднялась по цене в 21-м году на 150%. И, конечно, в этом случае мы понимаем, почему срабатывает вот эта вот ситуация роста, существенного роста цен. Потому что, ну, смотрите, Мишустин сказал про импортируемую инфляцию. На самом деле нет понятия импортированной инфляции. Это ситуация, когда государство позволяет инфляции подниматься на определённый уровень. А могло бы не позволить. Могло бы не позволить, конечно. В этом случае оно могло бы проводить политику дорогих денег, оно снижать количество денег в обороте, оно могло бы вводить определённые меры по регулированию внешнеторговых операций, не давая импортным товарам существенно влиять на ситуацию на рынке. Но в этом случае оно преследует, на мой взгляд, совершенно другую цену. Оно подталкивает россиян к тому, чтобы они тратили свои доходы, свои сбережения. Потому что, ну, как можно поддержать бизнес? Бизнес можно поддержать только стимулированием спроса. То есть, есть спрос, будут производить. Так люди так покупали просто эти машины? Нет. Если мы посмотрим на статистику банков, мы поймём с вами, что до 2021 года на депозитах банков хранилось очень много денег, несмотря ни на что. Ставки были достаточно высокие. Население, оно вообще хорошо относилось к тому, чтобы на чёрный день сберегать. И оно не боялось положить на депозит сумму на год и более. Обратите внимание, сейчас ставки меняются у банков настолько быстро, что вложение средств на депозит больше, чем на три месяца, оно просто невыгодно. Оно просто невыгодно. Три месяца проходит, и ставка, которую там предлагали, например, 3,2%, превращается. Ой, а у нас сейчас есть возможность сбер вклад положить там под 8. Но если человек положил три месяца назад на год, то понятно, что он проигрывает, выигрывает банк. Понятно, что бизнесу кредит под такой процент просто не дадут. Но это ситуация, когда эти деньги выводятся из хозяйственного оборота. И надо их как-то подтолкнуть к тому, чтобы они стали работать в экономике. Потому что, в первую очередь, от чего мы отказываемся, когда цены растут, и нет гарантии, что доход наш будет расти теми же темпами. От услуг, так ведь? Обратите внимание, женщины начинают переходить к модным длинным волосам, чтобы ходить реже в парикмахерскую. Многие заказывают еду и все-таки готовят дома, хотя могли бы пойти в кафе, чек в кафе стоит дороже, чем даже заказать доставку из этого кафе. Потому что вы заказали один раз, а сидя за столом в кафе, вы, в принципе, готовы что-то дозаказать, что-то увидеть на соседнем столе. Это будет такой спонтанный спрос и так далее, и так далее. Вы сидите, вы получаете удовольствие, вы тратите деньги. Если вы заказали домой, вы заплатили чек, и в данном случае на этом все и остановилось. Поэтому, да, в сфере услуг тяжелее всего. Там, где можно сэкономить, население начинает экономить. Если можно что-то поменять, оно меняет. Обратите внимание, инфляция же с многими процессами была связана, в том числе с тем, что чиповую начинку для машин, для различного оборудования делали в основном в Китае. Многие европейские, американские электронные компании переводили производство в Китай. Дешевая рабочая сила легко делать под двойным контролем, технологическим и контролем человеческим глазом за чиповую нагрузку. Сама видела, как это делается. Есть население свободное, которое можно задействовать под такую процедуру. И с чем мы столкнулись? Чиповая начинка там. Там поставки затруднены, поставки автомобилей, например, затруднены. Население готово было бы вложить свои свободные деньги в покупку автомобилей. Очередь. Не документально. Дополнительные функции, которые там коврики, аптечки продают за дополнительно бешеные деньги. Это опять-таки боязнь тех же компаний, что мало машин, и они не смогут гарантированно получить доход, чтобы заплатить всем зарплату. Конечно, бизнес реагирует. Ведь в предыдущий период мы наблюдали тенденцию, когда и ключевая ставка снижалась. И в принципе, скажем, даже в 2020 год был такой вздох небольшой. А последние решения Центрального банка сейчас, они, конечно, приводят к тому, что многие задумываются, зачем, если я не могу привлечь кредитные ресурсы, зачем вкладываться в развитие. Я на тот же депозит положу как физлицо. И, к сожалению, многие такие решения принимают. Поэтому это вопрос выбора приоритета в экономической политике. Направлять ли средства в инфраструктуру, стимулирование внутреннего спроса и в реальную экономику. Или вот таким образом влиять, как сейчас, на инфляционные процессы. Ну или, скажем, всё-таки, если говорить про поддержку предпринимательства, косвенно стимулировать, вкладывая в институт развития. Сегодня с утра опять прочитал распоряжение федеральное о создании платформы платформ. Ну, честно говоря, уже не знаю, что отвечать предпринимателям на такие странные решения. Да, ну, наверное, это будет способствовать упрощению процедур при оказании мер государственной поддержки. Но если вот так посчитать, а это вот сейчас можно посчитать и региональный бюджет, и по федеральному посмотреть, так называемую инфраструктуру поддержки, то поверьте, ну, это десятки миллионов рублей и сотни в регионах и многие миллиарды на федеральном уровне. Мне кажется, ну, вот мы в бизнес-центре Тверь вместе, помните, проводили откровенный разговор, по-моему, 19-й год это был или 18-й, где предприниматели расчёты предоставляли. Если всё-таки субсидировать процентную ставку, да, по кредитам, то как этот потраченный бюджетный рубль даёт потом 6 рублей 70 копеек в налогах, взносах, отдача какая от него. Ну, вот это тоже вопрос выбора приоритетов. Отдельное точечное решение есть, мы видим, там, у лесоперерабатывающей промышленности, там, стимулирование других отраслей на региональном уровне. Ну, вот сравнивая, мы с коллегами ежедневно общаемся, с других регионов, вот о чём Марина Константиновна сказала, в плане, конечно, влияния коронавируса на спрос там, где ограничения действуют, а, видите, только сейчас в новогодние чуть-чуть кто-то послабление даёт. Конечно, ну, это двойная проблема для предпринимателей. Мы в этом плане, конечно, там выгодно отличаемся, как максимально открытый регион, там, один из трёх, по-моему, там, в стране. Господа, вот, возвращаясь к нашему барану, в виде всех этих наших производителей, которые задрали цены на всё, на днях же признали, дескать, сговор, картельный, корпоративный и так далее, металлуром. Скажите, это как-то повлияет или, ну, потопают, пальчиком погрозят, металл, как вот был дорогой, как вы сказали, труба в 150 раз, в 150 процентов, да, подорожала, труба подешевеет. Ну, зато какое-то время хотя бы притормозится этот рост всё-таки. Ну, как-то антимонопольное решение повлияет. Там много факторов, да, повлияет. Только кнутом никогда это не решают, такие вопросы. А потом, там же мы понимаем, что сидят и факторы закупки из-за рубежа. Когда у них в условиях локдаунов стояло производство, возможность продать металл за пределы любимой родины, и возможность продать здесь по цене ниже. Мы же понимаем, предприниматель всегда действует на основе рациональности. Где можно получить больше, туда он и продаст. И в данном случае ограничений на экспортные поставки не было. Но многие экспортеры в 2021 году, они же доход свой, выручку сформировали на волатильности рубля. Вот это, конечно, плохой вариант. Но, с другой стороны, мы понимаем, что предприниматель любой, за ним люди. И ему надо платить не только свои налоги, ему надо платить зарплаты, ему надо сохранить персонал. С персоналом у нас, ой, какая беда. Особенно рабочими кадрами. А в силу того, что цена рабочих кадров становится запредельной, вот я на самом деле в шоке от зарплат, которые сейчас предлагают на рабочих местах непосредственно. В каком плане? А немного выше того, что получают, например, учитель в школе. И у нас будет проблема, потому что сварщик... Давно уже сварщик получает в разы больше учителей. Вот, вот. Но так проблема в том, что если учитель не научит, то мы не будем иметь врачей, учителей, тех, кто способен будет пойти получать высшее образование. Вы смотрите, как сейчас активно вкладывают деньги в здравоохранение. В то, что достаточно долгие годы оптимизировали. Закупают оборудование, дают поддержку финансовую врачам. Вот сейчас новая форма поддержки с 31 по 9. Все, кто будет находиться в красной зоне, они получат дополнительные выплаты. Мишустин только подписал. Все замечательно, но кадров-то не хватает. И просто так сказать, вот завтра их будет много, невозможно. Никакими деньгами это не сделать. А это не сделать, это значит, нужны те, кто, закончив школу, готовы будут пойти долго и с трудом учиться в медицинском вузе, проходить ординатуру, проходить практику. Потом готовы будут поехать в тот же район, в какую-то сельскую местность. Но для того, чтобы они поступили даже в медуниверситет, их в школе должны научить. И они должны сдать ЕГЭ по биологии, физике. Где учителя? А IT? Мы выбираем цифровое развитие экономики. Мы бизнес переводим на цифровой бизнес. Мы говорим, что к 30-му году, вот у нас в октябре, перед как раз днем рождения президента, было принято очень интересное постановление правительства о 42-х стратегических инициативах. К 30-му году вся территория Российской Федерации должна быть под спутниковым цифровым покрытием, чтобы была возможность получать госуслуги через электронные платформы, чтобы населению все было доступно. Понятно, что бизнес в этом случае, все кассовые платежи тут же автоматически пойдут в налоговую, чтобы можно было контролировать и так далее. То есть много там позитивных моментов с этим связано. Но тех, кто занимается обучением по информатике в школах, особенно в сельской местности, сейчас нет. Зачем идти в школу, если он пойдет как айтишник, да на любое предприятие поддерживать какую-нибудь автоматизированную систему, один из бухгалтерий, прошу прощения, и получать он будет больше, чем учитель в школе. И вот проблема предпринимателей сейчас найти рабочие кадры, которые приводят к тому, что зарплата их растет. Так кадров все равно не хватает. Вам любой скажет директор завода, что у него сварщиков все равно нет, этого у экскаваторщиков нет, этого нет, этого нет. Но в этом случае затраты бизнеса по удержанию тех, кого имеют, они еще будут расти. А это инфляция, инфляционная спираль. Никуда от этого не деться. То есть для того, чтобы удержать, он будет... Где бы найти кадры? Перекупить. Перекупить – это значит заплатить больше. Куда? В издержке. А мы с вами будем ощущать это в ценах. Самое интересное, что видно, что отдельные меры поддержки, они, скажем так, говорят нам о том, что там понимают, что происходит. Ну, например, если говорили про цены, да, для тех, кто завязан с федеральными контрактами, разрешили 30-процентные корректировки контрактов и отсрочки. Почему только на федеральном уровне? Вот это странно. Там перечень заказчиков, ну, понятно, там Верховный суд, и там министерства, прочие-прочие большие. Ну, мне кажется, на региональном уровне тоже такие точные решения, они позволяют вздохнуть. Ведь многие всё-таки связаны с исполнением государственных муниципальных контрактов. И что касается стимулирования там по подготовке кадров, здесь тоже есть отдельные решения, но, конечно, это капли, скажем так. Это очень такие, они, ну, они существенно не влияют на ситуацию. И предприниматель вынужден, да, вот, скажем так, просто бороться за удержание этих кадров. Владислав, скажите, а вот по Вашим ощущениям, какие отрасли, скажем так, ну, остались более-менее на плаву, а может даже поднялись, какие всё-таки сильно пострадали в этом году? Ну, я думаю, что традиционно, если по Тверскому региону машиностроение, и оно осталось достаточно на плаву, да, хотя там есть свои трудности, безусловно. Вообще неплохую тенденцию у нас получили пару заводов, наверное, которые более-менее причастны к упомянутой уже электронике. Есть у нас такие. Значит, я бы добавил сюда ещё одну вот тенденцию, о которой мы уже говорили. Коронавирус обнажил вот этот принцип, да, что в случае проблемы каждый сам за себя в мировом масштабе. Соответственно, то, что мы называем локализацией производства, оно получило дополнительную поддержку. Вот те предприятия, которые закрывают ниши, где, ну, то, что мы называем импортозамещение, да, те предприятия, которые так или иначе в этих условиях позволяют себе комплексно или цепочками, да, убирать поставки из-за рубежа, производить это самостоятельно, то они получают меры поддержки достаточно приличные. И не только от государства напрямую в виде финансовых средств, но и как отдачу по реализации своей продукции. Потому что, напомню, 719-е постановление правительства от 15-го года, 616-е, 617-е постановление правительства диктует приоритет закупок произведенных товаров в Российской Федерации при осуществлении, соответственно, контрактов по федеральным или региональным муниципальным закупкам на целый очень большой перечень товаров. Вот эти, да, люди есть. Потом я бы не сказал, что как-то сильно, совсем уже затормозился интерес к инвестированию в регион, да, даже из тех, кто приходит, это крупные производства, которые хотят у нас продолжать размещаться. В том числе те люди, которые в том числе собираются производить то, что раньше поставлялось из-за рубежа. Причем это иностранные компании, которые осознают, что в противном случае они потеряют в своем бизнесе сегмент российского рынка. Это тоже присутствует. Поэтому вот такой вот непростой набор, как бы, да, ну и раз уж мы в этом затронули, то среди мер поддержки у нас есть все-таки фонд развития промышленности Тверской области, да, который в том числе выдает и на оборотный капитал до 20 миллионов рублей под полтора процента. Почувствуем разницу между коммерческим кредитом и тем, что предоставляется. А эти средства идут из областного бюджета. То есть это прямая поддержка со стороны области. Вот. Поэтому не все, наверное, прекрасно, как бы нам хотелось, но идеалов не существует, да, но по крайней мере есть отрасли, которые не упали. Есть, конечно, которые упали, я вот думаю, Антон Владимирович сейчас их еще поподробнее скажет, ну или по крайней мере выглядят не блестяще, хотя это кажется иногда странным, учитывая ту природно-ресурсную базу, которая существует в регионе. Но так она, однако, происходит. Антон, кто эти патчи? Я думаю, в каждой отрасли своя специфика. Обложился бумагами, тут как раз с телеграм-канала нашего брал, заступник до бизнеса, посмотрел. Вот федеральный Минэк дает данные, кто драйвером роста был у нас в декабре. И это действительно не сырьевые сектора. А машиностроение, химический комплекс, пищевой комплекс и даже деревообработка, то есть все гораздо выше там 11%. А по Тверской области, вот за 9 месяцев, есть данные, ну и по индексу промышленного производства, вот, ну, обработка, ну, такие, может быть, более скромные результаты, по сравнению даже с предыдущим периодом, а обеспечение электрической энергии, другие водоснабжения, вот у них там неплохо. Ну, это крупные компании, это монополисты, это все связанные с ними подрядные организации, да, скажем, это большие стройки. Вот, в этой связи, мне кажется, конечно, пока еще наиболее сложно тем, кто работает с людьми, кто оказывает услуги, это малый бизнес, микробизнес даже. Хотя, вот так же, как относиться к этим цифрам, да, вот я сказал, вначале у нас там минус 5380 предпринимателей, а самозанятых, так огромный рост, и с каждым месяцем прибавляем, прибавляем, но... Впервые, извините, я прошу прощения, впервые в декабре количество самозанятых превысило количество ИПшников по Российской Федерации вообще в целом. А чего это объясняете? Да? Ну как, ну, а это же элементарно, там же льготный период есть, да, многие, кто числились как ИП, они ушли в самозанятые и заодно пару-тройку своих человек перевели. Потом там меньше риски. Риски, вот эти вот жесткости требований по налогам, по предоставлению отчетности для налоговых органов со стороны ИП и самозанятых, это тоже очень важный момент. За масочный режим ответственности не надо. Да, да, проще администрировать. Другое дело, что у бывших там не более 10% вот по Тверской области, то есть это значит сработала сама мера, направленная на легализацию. Вот так же и сработала история с понижением страховых взносов, да. Да, это только в размере пока мрот и очень жалко. Мы в диалоге все, деловые сообщества знают, торговая промышленная палата, деловая Россия, институт уполномоченных всё-таки распространить на весь фонд оплаты труда. Как только такие решения принимаются, мы сразу видим огромный рост по страховым взносам. И прошлый год это показал, я думаю, этот тоже покажет, потому что мера продлевается и по контрактам, и по бывшему ЕСН, так называемому. Вот эти вещи, они и более понятны, и больше бизнесом ценятся, потому что действительно направлены на поддержку. Стоит понизить налог, как повышается его собираемость. И конечную сумму вы получаете больше. С обратным провалом, ну то, что было сколько у нас уже лет, шесть прошло, да, когда социалку всю подняли, с обратным примером, как это было тогда. Повысили, а собираемость на первые два года вообще упала ниже того, что было. Ну, а у нас еще, можно сказать, нам повезло с вот этим падением по Российской Федерации транспорта пассажирских перевозок в 2020 году и в 2021 году. У Тверской области вышла достаточно удачная, на мой взгляд, ситуация. Это запуск транспортной модели, которую запустило правительство. И в данном случае все потери транспортных пассажирских перевозок, они легли на регионалов. Что тоже хорошо, потому что грузовые перевозки, они такое падение не показывали по Российской Федерации, не в 2020 году, потому что доставка товаров шла, не в 2021, подъем был в 2020 даже существенный. А вот пассажирские перевозки по, ну, практически всем субъектам падали. По Тверской области они тоже в 2020 году падали. Но, по крайней мере, не было такого сильного падения по предпринимателям, которые занимались пассажирскими перевозками. Потому что, ну, в данной ситуации по Твери уже были пассажирские перевозки, организованы, да, новая модель этими синими автобусами региональным оператором. И в города, в Рыже, в крупные города уже заход был. Многие перевозчики ориентировались, переходили с пассажирских на транспортные, микроавтобусы меняли. Ну, тут такого сильного падения, по крайней мере, по Тверской области по пассажирским перевозкам, ну, вот, сильно не было. Знаете, тут буквально для информации, вчера, не знаю, не подключался к общественному совету, назовем его так, железнодорожников. Октябрьская железная дорога вчера отчитывалась. Я для себя много нового почерпнул. Оказывается, а у нас тоже Октябрьская железная дорога, значительная ее часть. В этот вот такой вот год непростой, у них с грузоперевозками все нормально. Мало того, они осуществили впервые, значит, эксперимент по созданию контейнерового поезда, который шел из Финляндии до аж границ Азии, практически до Кореи, да, и все хорошо получилось. А другой у них опять пошел с севера через Иран на выход на Персидский залив и на арабские страны, да, и оказывается, это работает достаточно рентабельно. Вот, и это одни из тех направлений, которые они собираются развивать. То есть, вот здесь вот такой однозначной картины, все плохо или все хорошо, ее не существует. Просто это вместо десятков предпринимателей одна большая монополия, что в сфере там, в СССР, что РЖД, и нам могут зрители сказать, ну, а ушли с рынка эти предприниматели. Да, в целом отдача, уровень отдачи сохранился, но она теперь не от малого бизнеса. И это большая проблема в целом соотношения и вклад в экономику. Пока еще доля вклада МСП, она очень невысокая у нас. Сейчас признают, что федеральное правительство, вот, меры поддержки будут перерабатываться в 22-м году, в понедельник еще раз общались с федеральными коллегами, с тем, чтобы все-таки стимулировать и сохранение самого сектора, да, МСП, и все-таки увеличить его долю. Но не только искусственно, знаете, когда там дробятся, специально группы превращают, и мупы там в ООО, и ОАО. О, это не про это, это совсем не об этом, да. А именно через, мне кажется, стимулирование внутреннего спроса, через, в том числе, и заработные платы сельским учителям и нашим гражданам все-таки помогать предпринимателям, которые здесь у нас работают. Вот, я прошу прощения, ну, просто воспользуюсь случаем, и слово «село» прозвучало. Как вы помните, у нас недавно внесли изменения, да, в законодательство, и теперь фермер, который проживает где-то в деревне, наконец-то появился, у него возможность на своей земле построить себе дом. Да, то есть раньше же это было запрещено, у нас фермеры жили там, в лучшем случае, за пару километров от своего хозяина. Да, и вот, что интересно, это я так к слову. Значит, являюсь я тут у нас председателем общественного совета Министерства имущества, собираемся на общественный совет в декабре. Вот, один из вопросов как раз о том, чтобы наша область, она в передовиках. Одна, первая из двух, принимает, начинает разрабатывать законопроект о том, чтобы реализовать эту всю вещь федеральную у нас на территории. Ну, то есть, казалось бы, что там такого сложного, да? Ну, то есть, человек-фермер живет у себя рядом, простите, со своим хозяйством, да, там, по выращиванию кур, свиней, животноводства, растеневодства, неважно, построит дом один. Угу. Да? Министерство проводит опрос по районам, что нужно сделать, поскольку это муниципалитет, разрешить или запретить законодатель федеральный дал две возможности, согласиться, не согласиться. Так подавляющая часть ответила, что им не нужно. А мотивация? А, да нет никакой мотивации. Ну, вообще, это не проблема. Я прошу прощения, завершу эту мысль. Я к чему это говорю? Но подобный подход меня мало того, что удивил, я говорю, нет, давайте вот это все сворачиваем, со всех заново собираем сведения, берем от предпринимателей, да, и на конец января, всех, кстати, присутствующих приглашаю, назначаем, ну, и общественный совет, с четкими формулировками, закон наш местный, как мы разделим вот этих фермеров настоящих, а то там главная боязнь, кто-нибудь под флагом фермера построит себе дом. Небоскреб там, да. Да, какой небоскреб? Где? В чистом поле. Запретить всегда проще, понимаете? В Весьегонском районе, где-то на ближайшие сотни километров человека не найдешь, что ли, да? Ну, то есть, вот это разделить надо просто-напросто законодательно, и все. Вот такая простая тема, вот, дает федеральный законодатель, а на местах, оказывается, мы не хотим. Но некоторые эту проблему не воспринимают, потому что никто не мешает самозанятому, не называясь фермером, осуществлять производство и реализацию. Да, но вы тогда не наймете даже одного сотрудника. Ну, а кто же... А что же у вас за ферма тогда это... Молодовая сразу же посмотрит. Тогда это баба Настя, которая выращивает поросят, но это не фермер. Ну, и на землях все хозпроизводства там тоже ничего не построишь. Сейчас предприниматели вынуждены свои постройки там в сенохранилище обзывать, еще как-то, даже те, кто туризмом занимается, пока с переводом там в процессе земельных участков происходит там, ну, затягивание сроков. Зачем? Зачем хитрить, да? Я подержу, не нужно, не нужно усложнять. И так непростую жизнь гражданам, предпринимателям. Нужно упрощать, желающим заниматься предпринимательством, а их не так уже много у нас, да? Снимать, простите за уж такое слово, бюрократические барьеры, да, приявшиеся. Но это реальная жизнь. Просто некоторые не разделяют понятие предпринимательства в сельском хозяйстве и натуральное хозяйство, которым они живут. Здесь просто вот такой момент тонкой грани, скажем так. Ну, в муниципалитете хоть кто-то из всех должен разбираться. Мы не в муниципалитете должны, а сам. А если не разбираются? ЛПХ выдает, да, АИП тоже надо регистрироваться. АИП это регистрироваться надо, конечно. Я понимаю, но все же что-то полистать-то можно хотя бы. Мне кажется, все меры поддержки, они, вот, может быть, и даже эта платформа, которая я сначала поругал, появится, да, в начале года, такая фанавка в экспериментальном режиме, сегодня премьер-министом подписал, они должны все-таки как-то учитывать друг друга. И социальный контракт, 250 тысяч рублей, где ЛПХ, вот, или тот начинающий фермер может воспользоваться в трудной ситуации, да и просто, чтобы начать свое дело. И, ну, там, гранты на стартапы, и доступное кредитование, там, вот, корпорация МСП без залога, которая, там, да, хоть 10%. То есть это все должна быть какая-то вот общая линия, и, там, на том или ином этапе доступна для каждого. Должна быть единая стратегия, на которую нанизываются элементы ее притворения в жизнь. У нас часто бывает стратегий много. И на федеральном уровне, да, ну, и когда мы скатываемся, идем на региональный, муниципальный. И это не значит, что они все идут в одном направлении. Вот в чем проблема. Ну, будем пытаться, да, с другой стороны. У нас и территория, это, например, муниципалитет может реализовать проект на своей территории, который может поддержан быть Минсельхозом, Минюстом, Минэком Российской Федерации. И вроде схожие черты, но у всех все разное, требования разные и возможности разные. Поэтому здесь вариант очень тяжелый, когда ты должен выбрать один проект, даже если он инфраструктурный, даже если он нужный, и ты его хорошо знаешь, а куда ты с ним пойдешь? Вот то же самое для бизнеса. Поддержки много, разные министерства ее осуществляют. И, возможно, вот эта платформа даст возможность собрать все, посмотреть воедино, да? Для обывателя все равно, он даже и название может путаться в названии всевозможных органов, структур, и фондов, и центров. Да и не нужно этот человек. Поэтому, наверное, все-таки, да, государство постепенно становится и будет дальше становиться клиентоцентричным. Сейчас разрабатывается такая новая концепция, и законодательство будет меняться. Но, видимо, и для этого сохраняется поддержка центра МФЦ на местах, и возможности для такого простого, короткого, максимально бесконтактного общения человека и государства. По цифре много сделано, кстати. Не согласен. Здесь вопросов нет. Особенно, когда сравниваешь с некоторыми другими, очень развитыми странами, местные граждане сильно удивляются. Не хотел говорить. Но когда выезжаешь из Твери и чуть-чуть отъезжаешь, и когда у тебя не ловит связь, и понимаешь прекрасно... Вам же сказали к 30-му году. А, к 30-му году, да. Ну, это странно. Сейчас же 20 лет в Москве, коллеги, позавчера, крупный предприниматель, который в сфере обращения с отходами работает, руководитель Роспроводнадзора страны, просил, говорит, ну вот, все классно, но мы там, по итогам проверок, что-то всегда там доначисляют нам, но чтобы нам загрузить дополнительные документы в личный кабинет, а там не очень хорошо это все получается и работает. Понимаете? Это частенько. Это вот в налоговой там все быстрее сейчас сделать. Надо учиться у лучших и принимать лучшие практики. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте, как говорится, мы закончим наш сегодняшний эфир. Уважаемые гости, спасибо вам большое. Я желаю, что в следующем году вы к нам еще приходили. Я приглашаю и очень хотелось бы, чтобы вы рассказали нам что-то более оптимистичное, еще более оптимистичное, скажем так. Хотелось бы все-таки, чтобы наша экономика как-то начала расти, потому что сколько можно падать. Спасибо большое, это была программа «Тема дня». Дорогие телезрители, я тоже поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы ваши доходы росли, и чтобы вы действительно нам позвонили и сказали, что жизнь стала лучше и жизнь стала веселее.